В республике работает Диамобиль. Лабораторный комплекс для обследования больных с сахарным диабетом прибыл из Москвы вместе со столичными специалистами. Прием ведется на площадке Республиканской клинической больницы имени Куватова. В Башкортостане медицинский автомобиль пробудет неделю. Динара Таймасханова продолжит. Расслабьте ножки. Давайте одну чуть-чуть в сторону. Вот так. Мы сейчас будем с вами кровоснабжение проверять и чувствительность. Уфимка Валентина Куценко с диагнозом диабет второго типа живет уже 20 лет. Соблюдает диету, лечится медикаментозно. На обследование к столичным специалистам направились в Диамской поликлинике по месту жительства. Врач отмечает, что чувствительность до основания пальцев у женщины снижена и может развиться синдром диабетической стопы. Каждого пациента обследуем на предмет атеросклероза. Почему? Потому что на высоких сахарах бляшки на сосудах начинают очень активно расти и могут полностью закупорить просвет сосуда. Это очень опасно для таких мелких сосудов, как сосуды стопы. И из-за этого развиваются гангрены. И таких пациентов, конечно, надо лечить уже делаем определенные виды вмешательства. Там сосудистая хирургия. Я очень рада, что меня направили сюда. Я хоть буду знать, как и что лучше будет у лечения у меня назначено. Лабораторный комплекс «Диамобиль» прибыл из Москвы вместе со специалистами, в числе которых эндокринолог, офтальмолог, кардиолог и нефролог. Выездная помощь регионам действует почти 20 лет. В нашей республике зарегистрировано более 116 тысяч человек, страдающих с сахарным диабетом. Это очень важно, как для наших пациентов, осмотр столичных специалистов, так и для наших врачей, которые обучаются новым методам обследования, новым методам лечения и ведения пациентов с сахарным диабетом. Региональный Минздрав и эндокринологический научный центр также подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет об оказании специалистами учреждения лечебной помощи башкирским пациентам. Также центр готов обучать местных врачей по этому направлению. Это, конечно, и о научной деятельности, безусловно, потому что наука не стоит на месте. И у нас очень интересные взаимосвязи уже и до сих пор были в плане научной деятельности. Продолжаются в том числе и особенности этнических групп. Это тоже очень интересный. По особенности течет диабет в разных этносах. И это будем продолжать в направлении. Далее медицинские автомобили отправятся в Серлетамак и Сибай. В первую очередь будут обследованы пациенты, стоящие на учете. Около 300 человек. Динара Таймасханова, Артур Елаев, Родион Матвеев. Новости УФАМ.